Лисички, сыроежки и маслятые опята со шляпкой более полутора сантиметров в диаметре. А если хотите собрать грибы на продажу, будьте добры, арендуйте участок леса. Новые правила сбора даров, природы успели обескуражить грибников. Правда, ненадолго. Информация оказалась ложной. Информация молниеносно распространилась в социальных сетях. Правда, также быстро на нее отреагировали в Федеральном министерстве природы, выложив опровержение на официальном сайте. Граждане также, в соответствии с лесным кодексом, осуществляют бесплатно для собственных нужд сбора грибов, ягод, то есть всех недревесных лесных ресурсов. Порядок сбора недревесных лесных ресурсов у нас определен своим законом Ульяновской области. Он есть в общем доступе. Это 143 ЗО. Там можно с ним ознакомиться. И там по диаметру шляпок, грибов, там ничего такого нет. А вот арендовать площадь леса все же придется, если речь идет о сборе и сбытии недревесных и пищевых лесных ресурсов в промышленных масштабах. В этой части, в лесном кодексе Российской Федерации, все без изменений с 2008 года. Нужно соблюдать при посещении лесов правил пожарной безопасности в лесах. В настоящее время, в связи с высоким классом пожарной опасности, министерством готовится приказ об ограничении пребывания граждан в лесах. Активный период тихой охоты еще не наступил. Но в местах наибольшей влаги можно собрать последний урожай из сморчков и строчков. Канал Улправда ТВ также заверяет, для личных нужд собирайте спокойно и без оплаты грибы и ягоды. Как говорится, хорошей охоты. Ринат Алиулова, Герман Баранов, Улправда ТВ.